Мы с вами находимся в гостях у новосибирского цветовода-опытника Владимира Степановича Мазурина. Здравствуйте, Владимир Степанович! Здравствуйте! Вы хорошо известны нашим садоводам как специалист по георгинам. Я знаю, что вы занимаетесь цветоводством около 30 лет. А сколько времени вы выращиваете георгины? На мой взгляд, более 20 лет. Пяти? Может, лет 25. Четверть века. Более 20 лет, это точно. А сколько у вас на сегодняшний день сортов? В начале, когда был азарт, я где-то более 200 было. А потом постепенно начал отсеивать лишние. И в настоящее время остались самые, на мой взгляд, те, которые мне нравятся, и я надеюсь, нравятся и другим. Это около 100 где-то. Может быть, чуть меньше, но где-то вот в этих пределах. Кто из них самый-самый любимый? Ой, самый любимый и тот, и хороший этот. И, ну вот, сегодня я впервые увидел, раскрылся Максим. Максим, да. Это есть два таких подобных кабальера и Максим. Чуть-чуть они отличаются, но красиво. Букет. Он не крупный, такой примерно, но в букете прекрасно смотрится. И можете посмотреть. Подойдем попозже. Да, да. Вот. Ну, и из крупных, конечно, я уважаю, это Кельвин. Самый крупный из таких цветов. А сейчас цветет? Да. Начинает. Они еще размер не это. Ну, и ряд других. Это надо пройти. И о каждом можно говорить, что и этот хороший. Вот, и этот хороший. И так далее. Последнее время искал, долго искал, понравился. На выставке увидел, но не мог найти нигде купить. Клер Абсков. Так мне понравился. Не могу. Года два потратил на то, чтобы. Но раздобыл, размножил. Оказывается, это невысокие, сантиметров 60 всего. Но сам цветок красивый. Если он у меня сейчас размножил, ну, и ряд других. То есть, остались вот именно самые, самые те, которые мне нравятся. А скажите, пожалуйста, вот в Сибири агротехника Георгин, она отличается от других регионов или она такая же? Конечно, конечно. У нас вот именно вот эти холода весенние, они не позволяют рано высадить георгины. А период у него довольно-таки, ну, длительный. И поэтому особенности есть. Даже есть такая тема. Защищали в Аграрном университете, вот, собственно, по моим материалам. И тема называлась вот эта защита. Это интенсивная технология размножения георгин в Западной Сибири. То есть, есть особенности определенные. И конкретно то, что вот именно весенняя холода, довольно они продолжительные, не позволяет, потому что георгин, это теплолюбивое, не выдерживает минус. Минус 2 градуса для него это практически пострадает. Поэтому вот определенные особенности. И в чем они заключаются? Надо подращивать заранее и высаживать, и обеспечить укрыв. Если вдруг сказали, что ночью возможны заморозки, значит, надо прикрыть растение так, чтобы пережить ночь. Только ночь. И днем уже все нормально будет. И вот если это соблюдать, то можно пораньше садить. И вот в это время, уже в конце июня, они могут цвести, все лето цвести. Но, а если вот у кого нет таких условий, ну, на дачу, если посадили и уехали, а вдруг ночью заморозок, и часто бывает, что они замерзают. А чем укрывают? А укрывать, ну, разными способами. Если немного, то самый, на мой взгляд, простой и хороший, это гофрированные коробки. Ну, вот из картона гофрированные коробки накрыть. Это материал хорошо держит, сохраняет тепло. Или укрывным материалом, какой-то каркасик, или тот же ящик, коробку, еще сверху, там, тряпками теплыми. Если немного. Но поскольку у меня я его сажу сотнями, да, вы видите, грядки, то тут приходится делать дуги. Туннели, дуги ставить и укрывным материалом накрывать. На случай, если вдруг. А что делать садоводам, которые действительно могут приезжать только на выходных? Приезжать у себя. Не высаживать? Не высаживать. Это можно на подоконнике, там где-то, ну, если, ну, немного, 5-10 штук всегда можно, и на балконе, и на лоджии где-то там, что у кого есть. Но пересадить надо в такие горшочки побольше, и он там развивается, растет, и все, и когда уже минует угроза вот этих заморозок, весенних заморозков, то мы вот этот ком садим, и он безболезненно продолжает расти, но он уже рос месяц, допустим, да, то есть мы выигрываем целый месяц, да, вот. А есть какие-то требования к тому, какой горшок должен быть, там пластиковый, может, какие-то специальные, там не важно? Нет, нет, нет. Главное, нормально поливать, и все. Это неприхотливый, даже кажется, земля пересохла, он все равно живучий. А какие сорта лучше всего подходят для выращивания в Сибири? Есть какая-то разница и предпочтение сорта? Практически нет. Любой можно сорт брать, какой понравится. Любой, да, начиная от веселых ребяток, неприхотливые, и кончая с самыми сортовыми. Просто есть зависимость такая, что подмечено, чем красивее, уникальнее, красивее сорт, тем он более капризный, неважно к чему. И болезни на него как-то, и он хило растет, и вот за ним как-то надо особый уход. Ну, это явление знакомое, все такое редкое, оно как требует. А неприхотливый его брось, и не замерз, и не засох, растет, утреняет цвет. А какие сорта сейчас особенно популярны? И вообще есть ли какие-то модные тенденции в Георгинах? Вот какие сейчас? Есть. Я был сам удивлен, поскольку я сейчас уже как бы серьезно, ну, отхожу от этого, да, и сокращаю объемы и прочее. Но попался мне каталог на 2015 год. Там все цветы, подборка рекламирует, это реклама, короче. И я увидел там очень много таких интересных сортов. Так что вот там надо их искать. Полистав, и что понравится, там фотографии приложены, все, можно выбрать любой на свой вкус. А выделить нельзя, например, какую-то тенденцию, что там крупные цветы, или там подсветывание. А тенденции выделю, если раньше там большие, крупные, высокие, в моде были и по размерам, то сейчас тенденции бордюрные. Есть стандарт, 110 сантиметров. Не надо, высокий, с ним же проблемы ухаживать, от ветра защищать, там, чтобы не сломало. А эти компактно вписываются на уровне глаз, все. И ниже, и ниже, и так называемые бордюрные, которые от 20 сантиметров, вот такие, можно по кромочке там где-то дорожки насадить, и выше, и выше, и выше. Это вот такие вот, такая тенденция есть. Их даже можно садить в вазоны более крупные, и уже осенью, если заморозки приближаются, можно занести куда-то там, на веранду или еще куда-то, и даже дома можно выращивать на подоконнике. Вот такая тенденция есть.